Сегодня мы завершаем серию материалов о Конгрессе молодых ученых, прошедшем в Сочинском Сириусе в декабре. Наша съемочная группа в течение трех дней трудилась на полях конференции. Мы работали вместе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. И одна из локаций, заинтересовавшая вице-премьера, стенд Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня. Участники представили около полусотни разработок потенциальной емкостью 20 миллиардов рублей. Часть уже реализуется, кое-что на этапе идеи, остальное в фазе прототипов. В магазинах, по крайней мере, Белгородской области уже продают растительное мясо, например, из гороха. А сельскохозяйственные поля уже удобряют биокомпостом, полученным из пластика. Об этом, а также о полете саженцев в сирене, в космос, косметике из кроличьего молока и других проектах белгородских разработчиков, представленных в Сочи, смотрите далее. Я передаю слово Марии Ливаня. Сельское хозяйство – одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики Тюменской области. Сегодня регион полностью обеспечивает себя зерном, картофелем, молоком и яйцом, а также снабжает отдельными продуктами питания другие субъекты страны. На конгрессе молодых ученых в Сочи гости из столицы соседнего с нами региона презентовали разработки чистых семян, свободных от вирусов, бактерий, адаптированных к северным условиям. У нас ежегодно закладываются опыты непосредственно на картофель и зерновые культуры, которые потом технологии различные и подбирают идеальное соотношение, чтобы и урожайность была хорошая, и затраты наименьшие были, чтобы был баланс. Доля сельского хозяйства в российском ВВП от 4 до 5%. Существенные цифры – это около 6 триллионов рублей в год. Сумма, на которую вся Югра с ее бюджетом на 2023 может жить примерно 20 лет, а Сургут – полтора века. Рост этого сектора экономики в стране за последние 20 лет многократный. Упадок уверены ученые и эксперты позади. Прямо сейчас Россия – вторая в мире страна по производству, например, сыра. Еще 5-10 лет назад это казалось фантастикой, сегодня – реальность. Но работать есть над чем. Ферменты, отмечают производители, импортные. Пока. И на сегодняшний день это касается, конечно, трех крупнейших таких направлений. Это пищевая промышленность, кормовая промышленность и индустриальная промышленность. Во всех трех направлениях уровень зависимости по ферментам, только от поставок от наших партнеров, он более 80%. Мы очень мало у себя производим и не очень экономически эффективны, к сожалению. Эта задача из разряда той, без которой достичь полной технологической независимости в конкретных стратегических продовольственных секторах невозможно. В Белгороде, где, кстати, довольно много выходцев из Югры, начали работу по созданию ферментов путем экстракции белка из продукции растеневодства. И кажется, что вместе с рядом крупнейших институтов, ученым и предпринимателям удалось добиться результатов. Возможно, мы даже сформировали некую платформу, с которой мы можем сейчас уже стартовать для массового разработки штаммов-продуцентов практически по всем ферментам. К сожалению, все это очень небыстро. Все, что касается генетической трансформации, микроорганизм выйти на хороший штамм-продуцент, к сожалению, до года и больше. Есть задача в кратчайшие сроки заполнить рынок отечественным продуктом. В этом и видят большое будущее. К 2027 году белгородцы рассчитывают закрыть до 85% потребностей внутреннего рынка. На Конгрессе молодых ученых с разработками познакомили вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко. У нас хорошая команда, правовая поля. Компания «Евка» сейчас выводит на рынок новые продукты. Как вы относитесь к ротации «Евка»? Знаете, ротация всегда хорошо. Она стимулирует к разным дефицам. Мы, конечно, хотим сохранить первую позицию. У нас замечательно была не единственная аграрная родственная. Мы очень надеемся на поддержку. Может быть, мы можем даже быть помощниками, готовыми делать. Просто, чтобы вы знали о нас. На одну витрину предпринимателей и разработчики из Белгородского научно-образовательного центра выставили 52 проекта на общую сумму 20 миллиардов рублей. Многие из них мирового уровня. Аналогов нет не только в России, но и на планете. Мясо в пробирке. Это растительное мясо. Если я вам сегодня приглашу в ресторан и приготовим вам два варианта из говядины, телятины или баранины или свинины, и тут же будет приготовлено из соевого шрота растительное мясо или из кукурузы, или гороха с подсолнечным маслом, вы не почувствуете. То есть вы будете веганом, но только вы подумаете, что вы кушали мясо. Второй проект, который мы сейчас разрабатываем, тоже группа компании «ВФК», это белковый сахарозаменитель. Мы часто говорим про сахар, что меньше сахара, сахарный диабет. Вот эта группа компаний «ВФК» разработала сахарозаменитель. Он, говорят разработчики, даже вкуснее. Такая технология есть в США, Китае и в России. Среди исследовательских программ проект по выращиванию в космосе. В августе на орбиту отправили саженец сирени. Ученые с помощью размещенных в специальном боксе датчиков наблюдают за ростом и развитием растения под влиянием температуры, невесомости и космического излучения. Другой вектор развития АПК Белгородской области – животноводство. Все подходят, говорят, кролик. Я говорю, это не только ценный мех. А что это? С кроликами у нас сейчас проект. Вот он. Кроличье молоко, видите? В сухом виде и в жидком виде. Уже сделана компания Агравии Владмивой. Косметические средства «Рэби Милк». Уже появилась у нас собственность, а собственность уже выдана нашим федеральной службой. Теперь это все хорошо, косметика хорошо, оно дает и заживляющее, и все. Но мы пошли дальше. Сейчас медики, ученые наши Белгородского университета, вот здесь он, Дейкин Алексей Васильевич, мы уже добавляем к их дочкам, которые рождаются, то есть самцы помогли, потом доченька, и мы добавляем человеческий ген у нее на животике. А она дает эффект теплового шока. И вот этот ген, который потом в молоке, мы его используем в медицинских целях. И сейчас мы уже ведем с учеными исследования, вот эти вещества, которые там внутри, генотипирование, оно помогает снимать стрессы, ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты, и даже болезнь Альцгеймера. Ученые пытаются найти ответ на вопрос, будет ли это средством от заболеваний или профилактическим препаратом. Еще одна сфера этого же вектора развития — пересадка живых тканей от кролика к человеку. В Сочи представители белгородских научных центров заявляли, что это вполне возможно. Наконец, другой потенциально финансово емкий и перспективный пласт работы местных специалистов — проект по переработке отходов. В Белгородской области много животноводческих комплексов, промышленных предприятий. Из отходов жизнедеятельности скота и птицы, пластика и полиэтилена делают биологические удобрения. Тема вполне может заинтересовать и Югру, где с удовольствием применяют лучшие российские практики. Тем более, что Ханты-Мансийский автономный округ продолжает строительство межмуниципальных полигонов ТКО. Да и с точки зрения науки наш регион не в аутсайдерах. Югорчане в Сириусе предложили ряд собственных разработок, которые могут не только, например, удешевить процесс буления нефтяных скважин, но и снизить воздействие на экологию. Во всех случаях вопрос лишь в том, сколько времени пройдет до внедрения прототипов и замыслов в жизнь. Мария Ливанян, Дмитрий Круковец, Дмитрий Самбур. Специально для программы «Новости. Главное. Сочи».